Это программа «Территория закона». Смотрите сегодня. Продлили домашний арест. Ректор Ирго Андрей Минаев останется под стражей до 31 августа. Детский сад не построили. История в Кальном закончилась уголовным делом. Директора управления капитального строительства подозревают злоупотребление должностными полномочиями. Убил друга и поджег квартиру, чтобы скрыть следы. Следствие по делу длилось больше года, но преступника нашли. В советском суде Рязани состоялось очередное заседание по делу ректора Рязанского государственного университета Андрея Минаева. Следователь снова попросил продлить срок домашнего ареста на этот раз на два месяца. Продлить домашний арест для ректора Ирго Андрея Минаева до 31 августа. С таким ходатайством обратился к суду следователь. Прокурор позицию поддержал. Как прозвучало в ходе заседания, нужно провести очные ставки с свидетелями, которые являются сотрудниками вуза. Еще требуется дополнительный срок для окончания расследования уголовного дела. Поэтому и следствие просит продлить меры пресечения. Как установлено законом, законом ограничивается срок меры пресечения. В этой связи и продлевается. Защита настаивала. Все преподаватели уходят в отпуск и повлиять на них Андрей Минаев никак не сможет. Сам подозреваемый сказал, сейчас распространяется нагрузка и он нужен на рабочем месте. Напомню, Андрея Минаева задержали 1 апреля. В отношении него возбуждены два уголовных дела. За злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. Как было установлено, руководство вуза готовилось к государственной аккредитации. В стремлении получить расположение проверяющих лиц из Рособорнадзора сыграло роковую роль. Руководство вуза подготовило распоряжение о поощрении работников университетом. Над эти цели был выделен 1 миллион 200 тысяч рублей. Часть этих средств планировалось использовать на так называемые представительские расходы, организацию приема по случаю приезда комиссии. Когда решался вопрос о мере пресечения для Минаева в советском суде, подозреваемого в тяжких преступлениях проводили в зал под аплодисменты. Тогда суд вынес решение оставить Минаева под стражей, но адвокаты обжаловали это решение. Областной суд сменил меру на более мягкую. Под домашним арестом Андрей Минаев находился до 30 июня. На этом заседании суд принял решение еще раз продлить домашний арест Андрею Минаеву, на этот раз до 31 августа. Жалобу на арест бывшего исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова Московский городской суд рассмотрит 8 июля. Напомню, его обвиняют в мошенничестве при строительстве детской площадки в Рязанском лесопарке. В этом месяце, насколько я понимаю, до рассмотрения апелляционной жалобы имя следственных действий не будет производиться. Я думаю, что все жители города понимают, что Карабасов не виновен. Надеюсь, что так все понимают. Мы все видим сами прекрасно, что рассматриваемая площадка существует, находится на надлежащем месте. Поэтому я считаю, что здесь вопросов нет по этому поводу. По крайней мере, следствие в настоящее время считает, что он виновен, конечно. Но в защите мы думаем, что обвинение в данном случае является завышенным, конечно. Но только время покажет. Надеемся, что следствие разберется. Но как долго это будет, пока непонятно. На этой неделе на агрокомбинат Рязанский прибыл вооруженный ОМОН в Масках. Там произошла выемка документов, пишет портал Я-62. В одном из учебных заведений Москвы произошло отравление детей молочной продукцией. Продукция агрокомбината поставлялась в это учебные заведения и в числе прочих. Стоит напомнить, что в марте в агрокомбинате Рязанский представители правоохранительных органов проводили проверку по делу муниципального предприятия «Детское питание». Рязанцы довольно часто сталкиваются с просьбой помочь детям. Где-то речь идет о помощи тем, кто волей судеб оказался в детском доме, а где-то просит помочь многодетной малообеспеченной семье. Пожалуй, самые бессердечные мошенничества вырастут денег, собираемых для лечения больным детям. Каждый день, как на работу, к дороге возле глобуса приходит человек собирать деньги. В зеленом жилете, чтобы не сбила машина, из копии свидетельства о рождении ребенка в руках. Наша съемочная группа попыталась разобраться, кто этот человек и для кого он собирает деньги. Однако, только завидев телекамеру и надпись на машине «Телекомпания Город», он быстро ретировался. Снял свой жилет, надел очки и был таков. Мы решили узнать, работают ли так волонтеры, которые помогают нуждающимся. Не все передают деньги туда, куда они должны передаваться. Большая часть уходит просто в свои карманы. У людей это бизнес. Для заработка на неравнодушных людях мошенники зачастую просто копируют реальную просьбу о помощи с описанием болезни. Вставляют в текст, найденную в интернете фотографию ребенка, подставляют свои реквизиты и свои данные банковских карт. У нас в интернете собирали, за три дня собрали 3 миллиона и деньги никуда не пришли. То есть проверили люди данную фотографию, данную ребенку, там деньги никто не перечислил. То есть это было в интернете, это все видели где-то в последний год. Прежде чем перевезти куда-то деньги, нужно понять, кто занимается сбором средств, какой благотворительный фонд, какая у него история и репутация. Везде, где существует подобный сбор, есть обратная связь. Обычно там собирают деньги на реабилитацию, первый этап, хоп, помогли, отчет сразу же, должен быть отчет, что люди собрали там полтора миллиона, оно пошло на реабилитацию ребенку-инвалиду, он через полгода стал лучше ходить, лучше говорить, лучше развивается. То есть ребенок собираем второй этап. То есть люди уже видят, ага, то есть действительно деньги пришли, дошли, и все по-настоящему, все открыто, все чисто. А не то, что кто-то на улицу ходит, собирает с ящиками деньги. Необходимо проверить данные, которые предоставлены в сети, с теми сведениями, что имеются на руках у волонтера. Стоит обратить внимание на наличие отчета по расходованию средств, а также имена, на которые оформлены банковские карты или кошельки. Важно, чтобы средства поступали именно родителям или близким родственникам, а не другим сторонним организациям. При наличии подозрений лучше воздержаться от передачи денег. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Убил знакомого и поджег его квартиру, чтобы скрыть улики. Железнодорожным межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета в суд передано дело в отношении 34-летнего рязанца. Подробности преступления в нашем сюжете. Эта история больше похожа на сюжет детективного сериала, чем на реальность. В МЧС сообщили о том, что горит квартира в многоэтажке на улице Гагарина. Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили трупы мужчины с ранениями в области шеи и головы. Суд метаэкспертиза подтвердила причину смерти неугарный газ, а кровопотеря, которая стала следствием полученных травм. Было установлено, что в квартире имеется как минимум три обособленных очага возгорания, которые не могли никак взаимодействовать друг с другом. В связи с чем было дано заключение о том, что вероятность всего это был поджог. Долгое время дело оставалось нераскрытым. Квартира сильно выгорела. Следы, которые помогли бы установить находившихся в ней в момент совершения преступления, были уничтожены огнем или покрылись слоем копоти. Следователи стали отрабатывать круг знакомых погибшего. Были разные версии. В том числе в нашем следственном отделе расследовалось уголовное дело, где потерпевший проходил свидетелем. И одна из версий была в том числе о том, что преступление совершено было из мести. Но в соответствии в ходе расследований было установлено, что данные дела никак не взаимосвязаны. Виновным лицом является посторонний человек. Он устроил пожар, чтобы уничтожить улики, а вот алиби не было. Чтобы его создать, он начал подговаривать знакомых. В этот момент и попал в поле зрения следователей. Свою вину он сначала признал, потом начал отрицать, уверял убитый, угрожал ему ножом. Вот здесь он стоял, вот здесь, или у меня. Вот так, да? Да. И у него в руках был. А в какой руке? Я точно не помню. Я помню то, что видно ножом. Ну, так смотрит. Следователи выяснили, убитый был не агрессивным человеком, к тому же плохо передвигался, поэтому напасть ножом на знакомого вряд ли мог. 34-летнего мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса убийства, и частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса умышленное уничтожение или повреждение имущества. Дело направлено в суд. 20 июня в своей квартире, расположенной в одном из домов по улице Пушкина в Рязани, нашли тело 36-летней женщины с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбуждено по статье убийства. Следователям по горячим следам удалось найти убийцу. Им оказался сожитель погибшей. По данным следствия, в ночь на 18 июня в ходе распития спиртного между сожителями произошла ссора на почве ревности. В результате мужчина избил женщину деревянной палкой, нанося удары в том числе пожизненно важным органам. Потерпевшей были причинены множественные телесные повреждения, от которых она скончалась. Рязанские полицейские провели рейд по мигрантам. По жалобам жителей, видевших выходцев из ближнего зарубежья, проверили одну из троек в Дашково-Песочне. У вас запрещенное, что имеется, оружие, наркотики, ничего нет. Здесь пока даже стройки нет, просто огороженная территория. На месте полицейские находят 9 человек. Все они приехали из Узбекистана. У них проверяют регистрацию, патенты, жить на стройке. Они по закону не могут, значит, нарушают правила пребывания. Такие случаи не редкость. Было возбуждено уголовное дело по статье 322 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту эффективной постановки на учет иностранных граждан в месте пребывания. То есть Рязанец, будучи гражданином Российской Федерации, по месту своей регистрации поставил на фиктивный учет иностранных гражданин, которые там никогда не проживал и не собирался там проживать. Своего личного имущества там не имел. Данное деяние он совершил за денежное вознаграждение. Регистрацию по месту жительства делать необходимой для того, чтобы в случае ЧП полиция могла проверить, где находится прибывший из другого государства человек. У нас непосредственно появляются кражи из больших торговых центров, каких-то продуктов питания, техники какой-то. В ходе, когда их начинают, ну, задерживают после того, как они совершили данное преступление, их начинают пробивать по базам. Там устанавливается место их временной регистрации. Когда устанавливается тот факт, что они по данному факту не проживают, наши сотрудники участковые начинают, ну, разрабатывать, как бы собирать материал по фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Между тем, за фиктивную постановку на учет придется отвечать арендодателю. Законом предусмотрены штрафы, причем платить придется за каждого зарегистрированного, но не проживающего иностранного гражданина. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия Управления капитального строительства города Рязани. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в мае 2018 года между Управлением капитального строительства администрации Рязани и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад» на 224 места в микрорайоне Кольное. На сумму более 184 миллионов рублей. Срок исполнения – ноябрь 2018. В июне 2018 года администрация города заключила контракт с муниципальным предприятием Управления капитального строительства города Рязань на осуществлении последней функции технического заказчика. В декабре 2018 года подозреваемый, выполняя функции технического закладчика, подписал документы о приемке у подрядчика выполненных работ, которые в полном объеме выполнены не были. Обокрал пенсионерку и получил реальный срок. Мужчина, укравший деньги, отправится в колонию строгого режима. Почему суд вынес такое решение? Расскажем далее. Преступление произошло в декабре 2018-го. Мужчина прогуливался со своей приемной дочерью. Когда девочка захотела в туалет, он обратился к женщине, сидящей на балконе квартиры дома, рядом с которым они находились. Пустить их женщина согласилась. Находясь в коридоре, мужчина увидел, что в зале на столе лежат денежные средства, которые принадлежали пенсионерке, часть из которых были ее личные сбережения в размере 1 тысячи рублей, и часть вот недавно полученная пенсия ее в размере 23 тысяч 400 рублей. И в этот момент у него возник преступность, и он направлен на хищение данных денежных средств. Он попросил воды, а в это время похитил деньги. Женщина сразу же обнаружила пропажу и обратилась в полицию. В ходе судебного заседания мужчина вину свою признал в совершении данного преступления, то есть в совершении хищения указанных денежных средств в полном объеме, полностью возместил причиненный ущерб потерпевшей, попросил прощения, потерпевшая простила его, просила строго не наказывать. Суд, с учетом того, что он ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления, а настоящее преступление совершил в период испытательного срока по приговору суда, посчитал, что исправление осужденного возможно только в условиях его изоляции от общества. Приговором мужчине назначено наказание в виде двух лет, шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура Ермшинского района проверила, как обеспечивается безопасность детей в школах и детских садах. Результат неутешительный. Охрана сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны федеральных органов исполнительной власти не обеспечивалась. По фактам выявленных нарушений, прокурорам района в суд направлены исковые заявления с требованием обязать школы и детские садики обеспечить охрану их объектов и территории. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Ответчикам определено время для исполнения решения суда. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района. Это была программа «Территория закона». Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова